Я всех приветствую. У меня есть желание поделиться кратким свидетельством о Гончаренко Евгении Семеновиче. На протяжении пяти лет я учился в Институте духовной музыки в Ванкувере, штат Вашингтон. И я был в тесном общении с ним и с его супругой Людмилой Венеминовной и сыном Кириллом Евгеньевичем. Мы даже останавливались в одном доме. Евгений Семенович был уникальной личностью. Это был человек, который каждый день думал, переживал о музыкальном служении нашего братства, о будущем. Чтобы у нас были свои композиторы, новые песнопения, новые горизонты. Он имел видение. Он посвятил свою жизнь для улучшения музыкального служения в наших церквах. Десятки подготовленных регентов в странах СНГ, США, Германии и других странах. Недавно праздновали юбилей 40 лет Институту духовной музыки. Он имел уникальную способность объединить людей в музыкальном служении, привлекать новых людей, заметить одаренных потенциальных музыкантов. У нас был студенческий хор в институте, и к нему присоединялись желающие хористы с разных церквей региона. Это сближало музыкантов с разных церквей. Он имел добрый, мягкий подход, который располагал людей к себе и к служению. Для него была цель не только лишь подготовить регентов в профессиональной подготовке, но чтобы взрастить новых служителей. Он имел способность побеседовать с любым студентом, дать совет в служении и быть духовным наставником. Он, если видел, что студент не справляется, он отдельно посвящал время и уделял внимание студенту. Он не искал своего, а только думал о благе служения в наших церквах. Он, несмотря на свой возраст, до конца переносил постоянные перелеты, концерты, занятия, редакция нотных сборников и обучение студентов. Он имел много идей и планов о развитии музыкального служения в нашем братстве. Он собирал новых композиторов с разных церквей, чтобы иметь беседы и строить новый вектор развития. Его желание было то, чтобы мы не потеряли связь с нашим наследием и могли организованно подойти к развитию музыки в наших церквах и к написанию новых песнопений, чтобы у нас был общий диалог по этому вопросу и имели больше связи между церквями, чтобы музыка в наших церквях не потеряла чистоты, возвышенности и духовности. Последние годы Евгений Семенович передал служение ректора Института духовной музыки своему сыну Кириллу Евгеньевичу. Это служение продолжается в странах СНГ, но в связи с сложной мировой обстановкой и финансовыми затруднениями поездки в США на данный момент прекратились. Но есть желание продолжить сотрудничество с церквями у нас в Америке и в будущем восстановить работу Института в Америке. Спасибо. И сейчас мы хором исполним еще одно произведение Евгения Семеновича «Не перечесть всех благословений». Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok